Дебальцево сейчас остается по сути единственной горячей точкой в Донбассе. Из других районов передают, что в целом объявленное выходное перемирие соблюдается, а там все еще стреляют. Наш специальный корреспондент Антон Степаненко находится на месте событий. Викроем фестиваля 8 марта, 40 лет победы. Это северо-восточные ворота в Дебальцево. Вот отсюда начинается Дебальцево. Это по краям. Давайте, Биом, прорыв идет! Украинская армия в плотном дебальцевском котле. Она пробует вырваться из окружения, получает отпор и пробует вновь. Как и на этот раз. Штурмовой отряд пятнашками на обороне ДНР бросают на участок прорыва. Как настроение? Хорошее настроение. Уверены в своей победе. Кто самый лучший? Пятнашка! На окраине города бойцы пополняют боекомплект и при поддержке БМП выдвигаются к рубежу обороны. Они должны отбросить противника. Это задача минимум. Максимум на плечах отступающих закрепится на новых позициях, тем самым сузив кольцо вокруг окруженных. Минут 10 и отряд оказывается на месте вероятного прорыва. Не слышь, там через стрелка идет. Сюда ехать. Говорят, там работает один танк. Да, да. Нам его надо поймать, этот танк. В противотанковую засаду отправляют гранатометчика. Его прикрывает пулемет. Со мной, четверка! Работайте только по танку и по технике. Место вероятного прорыва угадано точно. С той лишь разницей, что вместо танка в конце улицы появляется БМП. Украинская пехота его поддерживает. Бронемашину подбивают. Она останавливается и горит. А пехоту ополчение рассеивает. Развивая успех и отгоняя противника, в атаку переходят бойцы штурмового отряда. Дистанция между противниками в этом бою всего несколько десятков метров. Ополченцы залегли вдоль забора, готовые поддержать передовую группу. Прорываясь в тыл противника, спецназ на БМП шквальным огнем подавляет места вероятных засад. Атака отбита, и ополченцы уже готовятся к рывку вперед. Но, прикрывая своих, минометы украинской армии открывают заградительный огонь. И пехота вынуждена залечь. Пойдем, пойдем, пойдем. Быстрее. Отряду везет. Место, где их обстреливают, ремонтные мастерские Дебальцевской железнодорожной станции. Кирпичные стены и бетонные перекрытия. Есть где укрыться. Обстрел продолжается минут 10-15. Этого достаточно, чтобы украинская пехота смогла отойти, не позволяя ополченцам ее преследовать. Мины ложатся так близко, что от каждого взрыва звенят металлические ворота ангара, прошитые осколками. Несмотря на обстрел, штурмовому отряду удается закрепиться на новом рубеже. Это тоннель под железнодорожными путями. А путей здесь много, ведь Дебальцево крупный железнодорожный узел. И здесь встречаются союзники – казаки Луганской армии и ополченцы Донецкой. Одни прикрывают северный вход, вторые – южный. Их отряды так и зачищают этот город. По одной улице идут луганцы, по параллельной – союзники дончане. К началу Дебальцевского окружения в котле находилось до 8 тысяч украинских военнослужащих. За время боев их ряды поредели, и сейчас их остается не более 5 тысяч. Это данные разведки ДНР. И все это время Киев, игнорируя действительность, упорно отрицает само наличие окружения. Я лично гарантирую каждому издавшейся жизни сложить оружие, выйдете из занимаемых позиций, сдайте сублен, и вы будете жить. Никто вас пальцем не тронет. В результате боя и обстрела потерь среди ополченцев ДНР нет. Война Украины против Донбасса, несмотря на договоренности о мире, прекращение огня продолжается. И на этой войне продолжают гибнуть те, кого Киев по-прежнему называет своими соотечественниками. Антон Степаненко, Артем Григорян, Виталий Мельниченко. Первый канал. Дебальцевский фронт.